На этой неделе в Рязани открылись не только кинотеатры, но и филармония. Главная музыкальная площадка области предложила публике наверстать упущенное за время карантина и встретиться в преддверии нового сезона. Августовский фестиваль получил название «Дыши музыкой». На первом за последние четыре месяца музыкальном вечере побывала Виктория Данилина. В здании Рязанской филармонии впервые за последние пять месяцев звучит долгожданный звонок. Рязанцы и гости города с волнением занимают свои места, чтобы наконец-то окунуться в волшебный мир живой музыки и воочию увидеть артистов. Среди зрителей жители Архангельска и Санкт-Петербурга, где по-прежнему действуют ограничения по коронавирусу. «Соскучились просто люди и всё. Поэтому по всему. Я первый раз на таком концерте, если честно. Ни разу не была». «У нас филармония пока закрыта. А в Рязани случайно увидел афишу, что можно сходить на концерт классической музыки. Здорово. Мне было, наверное, с марта. Очень рад, что оказался в это время в Рязани». В большом зале филармонии всего несколько десятков зрителей из 900 возможных. По требованию Роспотребнадзора он должен заполняться не более чем наполовину. Людей рассаживают в шахматном порядке. Масочный режим и дезинфекция рук перед входом в учреждение – обязательные требования. «Нас попросили измерить температуру, проверили наличие маски. У нас всё было с собой, всё было в порядке. Поэтому мы всегда готовы к такой неожиданной, приятной возможности что-то новое для себя увидеть и посмотреть». «Мы выполняем все требования Роспотребнадзора. В первую очередь хочу всем сказать, что ваша безопасность здесь будет обеспечена. Но, с другой стороны, вас, дорогие зрители, просим тоже выполнять требования. Ну, в первую очередь, это, конечно, в масках. И, второе, мы меряем температуру. Поэтому, дорогие друзья, если у кого-то будет повышенная, мы обязательно вернём, возвратим деньги за билеты». И когда все эти требования соблюдены, в Большом зале филармонии гаснет свет. Под громкие аплодисменты зрителей на сцену выходят артисты Рязанского симфонического оркестра со скрипками, альтами, виолончелями, фаготами, кларнетами и флейтами. При первых звуках этих инструментов зал начинает дышать музыкой, постепенно оживая под лёгкое и светлое звучание балетной части оперы «Шарля Гунофауст». В первую концертную программу под названием «Французский вечер» вошли лучшие сочинения зарубежных композиторов XIX века. К ней артисты Рязанского симфонического оркестра готовились четыре месяца. Партии разучивали дома. И лишь иногда в период эпидемии собирались в зале филармонии по два человека, чтобы воедино соединить группы инструментов для целостного звучания произведений. Дирижер давал задания посмотреть и выучить определенные, разобрать места и партии. И мы это все в определенный срок сдавали. То есть видео снимали там и просто играешь соло под фонограммом оркестра другого, которого тоже наш маэстро высылал. И вот так вот интересно проходили, собственно, эти все дни. Артисты говорят, самое сложное в период пандемии – отсутствие зрителей. Ведь они играют не для себя, а разговаривают с окружающими на особом языке эмоций. Поэтому музыкант и его слушатель – это особый тандем, полный творчества и понимания. Очень важный контакт со зрителем, вот это ощущение настоящей концертности. А тут ты сидишь дома, вроде записываешь, и может быть где-то даже какая-то формальность появляется, потому что у тебя вроде нет волнений, ты можешь перезаписать несколько раз. А здесь ты вот выходишь один раз и должен сейчас собирать выразительные, так, чтобы тебя поняли. Вдыхать музыку различных направлений рязанцы смогут и дальше. В течение недели в рамках фестиваля областной филармонии на сцену выйдет камерный хор, русский народный хор имени Евгения Попова и заслуженные артисты России. Которые окунут зал в задумчивое и романтическое изящество русского романса. Виктория Данилина, Валерий Чикин, Вести Рязань. Виктория Данилина, Валерий Чикин, Вести Рязань. Виктория Данилина, Вести Рязань. Продолжение следует...